Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о том, что же необходимо виноградному растению для нормального роста. Мы коснемся как минеральных веществ, так и некоторых других факторов, которые ему необходимы. Скажу сразу, что для нормального и гармоничного развития растения нужны, ну скажем так, совокупность всех факторов. Даже если чего-то там у нас вроде хорошо и достаточно, а чего-то другого не совсем, то это уже будет нарушать нормальное развитие нашего растения. Итак, начнем с минеральных веществ. Мы знаем, что основной комплекс, который нужен любому растению, комплекс НПК, то есть азот фосфоркалий. Что делает каждый из этих элементов? Ну первое, азот формирует зеленую массу. Все знаем, что как только азотное удобрение добавили, все начинает бурно расти, вроде бы все хорошо. Но азот это делает за счет чего? Он в том числе увеличивает клеточную структуру. То есть если клеточки у нас были вот такие вот маленькие, они там формировались как кирпичики, то азот расширяет эти клетки, делает гораздо больше по размеру. К чему это приводит? Да, азот нужен, то есть каждый элемент нужен. Вопрос в пропорциях. Значит, если азот и переизбыток у нас удлиняется вегетационный период, растение может не успеть вызреть. А мы знаем, что в наших условиях обязательно лоза должна вызреть к зиме, чтобы хорошо эту самую зиму перенести. То есть за счет вот этого бурного роста лоза вызревает плохо. Это раз. Растение становится больше подвержено заболеваниям, как ягоды, так и листья и все остальное, все его части. Кроме того, вино, которое будет сделано из ягод, таких лоз, перекормленным азотом, оно тоже будет не самое лучшее по качеству. Оно будет медленнее созревать, труднее осветляться и тоже будет больше подвержено заболеваниям. Если же азота не хватает, то понятно, что растение растет плохо. Будут плохо развиваться и грозди, и листья, приобретая при этом желтоватый оттенок. Второй элемент – это калий. Ну, вообще калий наряду с железом участвует в процессе фотосинтеза и образования хлоропластов. Калий очень сильно способствует вызреванию, даже его избыток. То есть мы говорим не только о его нормальном содержании, но и избыток калия, на что основного влияет. На созревание лазы, на правильную дифференциацию всех тканей растения, на усиление роста и ветвления корневой системы. Растение лучше готовится к зиме, растение накапливает гораздо больше сахара в ягодах. Становится больше устойчива к болезням и морозам. Но при его избытке будет средний прирост зеленой массы и некрупная ягода. То есть, с одной стороны, вроде все хорошо, но есть определенные нюансы. И фосфор является одним из элементов белковой молекулы. Фосфор также очень полезен для виноградного растения. Увеличивает содержание сахара в ягодах, увеличивает коэффициент плодоношения. Усиливает образование питающих корней. И еще способствует увеличиванию количества семян в ягодах, что, кстати, для нас не всегда хорошо. То есть, любой из этих элементов, на самом деле, должен быть правильный комплекс. И все должно быть в равновесии. Правда, калия, как я уже сказала, можно где-то побольше. Особенно, если у нас есть какие-то проблемы с возреванием лазы. Конечно, влияют и другие вещества, микроэлементы. Тут же магний, тут же железо, та же сера. Но, как правило, они все более-менее находятся в достатке. Поэтому мы не будем останавливаться сильно на них. Мы вместе с обработками проводим и вне корневую подкормку. Даем эти самые микроэлементы. Поэтому на этих моментах мы сильно останавливаться не будем. А сейчас мы поговорим о том химическом элементе, который крайне важен для любого растения, но о котором почему-то забывают. Все знают про НПК. Этот элемент углерод. Как бы мы не сыпали минеральное удобрение, чем бы мы не кормили наши растения, если у нас проблемы с углеродом, нет кирпичиков, дом не построен. Потому что именно углерод – это основа всех органических молекул. Откуда он берется, тоже в прошлом видео я рассказывала. Обязательно под этим видео я оставлю вам ссылку. Но на некоторых моментах все-таки остановлюсь. Значит, основной источник, во-первых, откуда берется из углекислого газа. Это основа фотосинтеза. Это тот процесс, который мы изучаем еще в школе. Виноградный листик, любой листик зеленого растения поглощает углекислый газ и перерабатывает его в органическую молекулу, в молекулы сахаров. Откуда же берется этот самый СО2? А берется он из почвы. Источником его являются микробиологические процессы и мощнейшим регулятором – это внесение органических удобрений. Вносим органические удобрения, запускаем процессы, выделяется углекислый газ и все хорошо. Но тут скажу, что еще важно. Важна влажность. Проводили тоже где-то в 60-х годах исследования на крупных виноградниках. Вообще нормальное содержание углекислого газа в воздухе – 0,03%. И брали большой виноградник в жаркий солнечный день, когда нет дуновения ветра. В середине виноградника вот это количество уменьшалось до 0,02%. То есть, ну, понимаете, на самом деле это довольно значительно. Так вот, мощнейший регулятор вот этого самого углекислого газа является влажность. Как только повышается влажность, выделение вот этой углекислоты становится больше. Ну и такой, скажем, природный регулятор – это очень крупные водоемы. Моря, реки. Ну, вспомним, да, что многие винодельческие регионы сосредоточены где? В долинах рек. Я думаю, что про долину Роны, долину Луары тоже многие из вас слышали. Итак, постепенно от химических элементов мы с вами уже переходим к экологическим факторам. И первый, который мы затронули – это влажность. То есть, потребность воды у виноградного растения, она разная в разные периоды его развития. Весной, когда идет активный рост, активное сокодвижение, потребность воды практически максимальная. Затем к цветению она несколько падает. Потом вновь возрастает, когда у нас идет активный период роста ягод, период налива ягод. Ну, к осени снижается практически до своего максимума снижения. Избыток влаги, как и недостаток, конечно, плохо. Ну, избыток влаги, если там его совсем-совсем в почве много, понятно, что это угнетает развитие корней. Избыток влаги может сказываться, если во время цветения это происходит, то грозди могут осыпаться. Кроме того, избыток влаги способствует растягиванию большому клеток. То есть, такая же ситуация, как с избытком азота, растение становится больше подвержено заболеваниям, хуже вызревает лоза. Ну, и понятно, что с ягодами происходит такая же ситуация. Ягода будет водянистая, разбавленная с меньшим количеством сахара. Ну, а также как плох избыток влаги, так же плох и его недостаток. Во-первых, засуха приводит к чему? Хуже передвигаются все питательные вещества, идет задержка в росте растения. Кроме того, мы с вами уже говорили буквально пару минут назад, что влажность является таким хорошим регулятором содержания углекислого газа. Если углекислого газа становится меньше из-за этой самой влажности, то есть тут все взаимосвязано. У растений меньше питания, соответственно, идет задержка в развитии. И недостаток влаги вызывает сильную задержку роста побегов. Верхние листья начинают, благодаря испарению, забирать все от нижних. Лист рано теряет все свои функции, все свои свойства, переходит в осеннюю окраску. Ягода мельчает, более того, она сама плохо созревает, плохо созревает лоза. Все процессы взаимосвязаны. С одной стороны, мало транспорта, мало воды, которая способствует перемещению питательных веществ. Второе, нет кирпичиков, из которых строить. И получается, что у нас все не созревает и не вызревает. При этом всех остальных факторов может быть достаточно. Но если засуха, если очень суха, то может и ягода не созревать, несмотря на то, что хватает, например, тепла. Следующий фактор – это температура. Ни для кого не секрет, что виноград растений теплолюбивый. И в описаниях многих сортов вы найдете такое определение, как сад, сумма активных температур. То есть та сумма температур, которая нужна для нормального созревания и развития того или иного сорта. Всегда это можно посмотреть и сравнить с тем регионом, в котором вы живете при подборе сортов. Здесь я сильно останавливаться не буду. Но скажу только один такой момент, что давно замечено наблюдение, если мы касаемся, например, винных сортов, что более тонкий букет и аромат все-таки развивается в более прохладных регионах. В сильно жарких регионах, да, вина более экстрактивные, более могут быть спиртозные, но при этом более плоские. Но, конечно, если вы живете в регионах с какой-то пограничной температурой, то ваши работы на винограднике должны как раз-таки сводиться к тому, чтобы все-таки эту температуру хотя бы немножко увеличить. Для этого мы используем пристенки, для этого есть еще некоторые другие методы. Я их коснусь в одном из следующих видео, когда буду вести речь о том, как поспособствовать лучшему росту молодых растений и виноградок. И последний фактор, которого мы вкратце коснемся, это свет. Свет – основа жизни любого растения, только нуждаются они в нем по-разному. Все растения делятся на светолюбивые и тени выносливые, и виноград относится к светолюбивым растениям. Когда ему света достаточно, то он хорошо и ягоды созревают, и лоза возревают. Однако есть такое наблюдение, что при очень большой длине светового дня сроки созревания древесины могут задерживаться. Но для наших регионов это не совсем существенно, а ввиду того, что свет – очень важный фактор для винограда, при его высадке, при уходе за ним, мы должны следить за тем, чтобы наше растение максимально получало вот этот самый солнечный свет. На этом наш ролик подошел к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на другие полезные ролики, будут мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч. До свидания.